Здравствуйте, дорогие друзья! Второй нужный нам компонент в фермерском хозяйстве это колодец. Давайте сегодня сделаем простую колодец, то есть кладку круговую. Для этого возьмем сейчас нажмем S. Но мне, чтобы вам удобнее было, я сделаю сейчас включу. Вот здесь вы будете видеть. Вот я нажал S и по X потянул. Вот такой у нас будет кирпичик. Или камень, как хотите. Мы не будем сильно заморачиваться. То есть у нас это структурами, текстурами. У нас это в общем-то простой такой примитивный колодец из лоу-полигона, да? Низкополигональный. И поэтому нажимаем Ctrl-B. Тянем чуть-чуть. И все эти фаски уже у нас появляются. Далее нам надо это дело все размножить. Размножить мы можем это пойдя в модификаторы взяв Array и скажем у нас штук 15 нам надо, да? Вот так штук 15 Array-чиков нам надо. То есть вот такую кладку мы уже первую получили. Теперь нам нужна вторая. вот так. Так, теперь мы добавим еще один ряд. Поэтому пойдем еще Array. Но не по X нам сейчас надо, нам сделаем здесь 0. А нам надо по высоте 1. Еще одну стенку. Вот. И здесь звенем-ка мы на 1. Ну, это много. 1. 0.1 разделить на 3. На третью часть, чтобы он встал. Вот так. Вот так это уже похоже. Отлично. Чтобы нам сейчас сделать еще один ряд, который нам понадобится, давайте мы еще один применим и скажем сразу здесь 0. А здесь скажем 1. пробуем еще раз. Какой-то баг случился. Так. Здесь нам надо 0 поставить. Вот она вернулась наверх. И по Z нам надо сделать 1. Вот. Теперь у нас появилась вот такая стеночка для колодца. Я думаю, вполне, допустим, нормальная такая стеночка. Главное теперь ее загнуть, чтобы зубья вошли в друг друга и получилась круглая стенка колодца. Пока для изгибания, ребята, я знаю только один способ. Это надо вот simple deform. Вот. Получается такая вяка сразу же, потому что внизу стоит twist. но мы заменим twist на band. Так. теперь он у нас внутрь гнет. Но мы посмотрим теперь, как с этим он справится. Так, что у нас стопа нам не нужен, встреч нам не нужен. Нам нужен band, естественно, да? И он должен по оси, здесь, скорее всего, ось должна быть по Z. Вот. Видите? Z. Ну, и angle это угол, да? Давайте мы начнем гнуть ее на... вот. Интересно, она загнулась. Ха-ха-ха. Вообще не кругло загнулась. Ну, да ладно, сейчас разберемся. Так, кстати, вы видите здесь, какие неприятные изменения у нас происходят при сгибе. Это, конечно, помешает нам. Для того, чтобы этого не было, нажимаем Ctrl-A и говорим, что Rotation Skill нам нужен. Так, подождите, Skill, то есть вращать и изменять, наверное. Вот. Вот теперь, видите, вот теперь он выпрямился, да? Теперь мы можем здесь в настройках в Zimple поставить Axis Bend, как я сказал. Bend и теперь ось будет у нас Z и теперь начнем гнуть. Так, 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 так. мы загнули, но мы видим, что оно не дошло, не дошло, поэтому надо экспериментальным путем это делать, возможно, придется немножко побольше, то есть она взяла вот 360 отсюда и дальше нифига. так, мы сейчас с вами сделаем 370, допустим, вот, 370, видим, что можно еще немножко, допустим, 380 сделать, попробуем. А это много, тут вот как-то опытным путем приходится, 374 пинца. Хе-хе-хе-хе-хе. Да-да, 3074 у нас получилось. Вот так. Вот. Ну и все. Ребята, примитивный такой колодец у нас готов, с чем я вас и поздравляю. ну а теперь надо надстроить всякие разные там навес наверное сделать, потом такую крутилку сделать, или мы на этом остановимся, то есть повторите это дело и у вас уже будет первый опыт с закрулением. Тут можно и трубу сделать, и какую-то башню сделать, поэтому я думаю будет уже интересно ее так. Поэтому мы вот так сделаем вот так. и на этом первое видео закончим.